Она работает с файлами и всегда знает, в какой папке находится нужный материал. В числе ее инструментов не только традиционный мел и доска, но также мышь, клавиатура и монитор. Речь идет о Юлии Колосовой, педагоге технического отдела Центра дополнительного образования детей и молодежи города. Конкурсантка уверена, что она на своем месте, а потому с удовольствием согласилась принять участие в конкурсе. Но, тем не менее, волнение не скрывает. Очень страшно, очень много сил было потрачено, очень много времени, энергии, эмоций. Ну, это того стоит, это интересно, коллеги мои оказывают помощь, здорово, это того стоит. В рамках выступления конкурсанты продемонстрировали в визитку самопрезентацию, свое педагогическое кредо, а также ответили на вопросы психолого-педагогического тестирования. Почти все семь педагогов дополнительного образования подошли к заданию творчески, поэтому можно смело сказать, мероприятие позволило определить не только профессионалов своего дела, но и ярких, талантливых и разносторонних личностей. Этот конкурс нужно провести для того, чтобы простимулировать педагогических работников учреждений до образования, их педагогической деятельности, создать какие-то условия, мотивацию для работы педагогических работников, выявить лучших. Лучший педагог дополнительного образования города будет представлять Брест на областном этапе конкурса. В его рамках у победителя будет возможность подемонстрировать высокий уровень подготовки, индивидуальный педагогический стиль, а также умение донести свои знания и опыт до своих воспитанников.